Такого поворота событий Андрей с Марией никак не ожидали, тем более от своей дочери Насти. Настя росла послушной и скромной девочкой на радость своим родителям. В семье она была единственным долгожданным и очень любимым ребенком. Училась девочка всегда на отлично, при этом она еще занималась музыкой и танцами в местном клубе. И все успевала, все у нее получалось. Школу окончила с золотой медалью, в этом никто из тех, кто знал Настю и не сомневался. Когда после окончания школы она объявила своим родителям, что поедет поступать в Москву, они конечно расстроились, но не удивились. Настя с самого маленького возраста всегда ставила себе какие-то цели и обязательно их достигала любыми способами. Это не могло не радовать родителей, но одновременно и пугало, потому что шла к своей цели она не всегда легкими путями. А тут еще Москва, так много соблазнов. В том, что она поступит, родители нисколько не сомневались. Жили они все в небольшом районном центре, где тут было получать высшее образование. И поэтому после вручения аттестата Настя, как и многие ее одноклассники, поехала поступать в город. Поступила легко туда, куда и хотела. Поселилась в общежитии и окунулась с головой в учебу и студенческую жизнь. Все были уверены, что Настя институт окончит с отличием и в аспирантуру поступит и добьется больших успехов в карьере. Она всегда была целеустремленной и трудолюбивой девушкой, да и природный ум позволял с легкостью постигать различные науки. И каково же было удивление многих в их поселке, когда, не доучившись до окончания первого курса, Настя вернулась в родной дом. А вскоре всем стала понятна причина ее возвращения. У девушки заметно округлился животик. Вот именно этого и не ожидали родители от своей дочери. Многие были в недоумении и даже в шоке. Настя, которая всегда думала в первую очередь об учебе, и вдруг такой поворот. Судачили, конечно, за спиной, строили версии. Но девушка заявила, что сидеть дома с ребенком не собирается и будет опять поступать, но только уже в другой вуз. Ну а вам, родители, придется на время оставить ребенка у себя. Да что, мать, мы внука родного не поднимем, сказал Андрей жене. И не важно, чей это ребенок, мы знаем, что это наш внук и точка. Поднимем, конечно, Андрюша, пусть дочка учится, вздохнула Мария. Так все и вышло. У Насти родился мальчишечка. Не докормив его грудью до полугода, она опять уехала в Москву штурмовать очередной вуз. Ее упорству можно было только позавидовать, и ведь она снова поступила с первого раза. Стали Андрей и Мария растить внука Гришеньку. Они буквально растворились в мальчике, надышаться на него не могли. Еще совсем не старый Андрей, как будто бы обрел столь долгожданного сына. Он на самом деле воспринимал Гришу именно так. Настя оказалась не очень хорошей матерью. Все реже и реже она приезжала к своему ребенку и родителям. Сперва она училась, потом действительно поступила в аспирантуру, потом строила карьеру. Ей не было особого дела до своей семьи, которая жила в глубокой провинции. Грише было 6 лет, и он уже считал себя очень взрослым. С дедушкой они были дружны и почти все свое свободное время проводили вместе, особенно любили рыбалку и походы в лес. Мальчик иногда спрашивал про маму, но Андрей предпочитал отмалчиваться, поэтому Гриша вскоре перестал задавать вопросы, на которые у дедушки не было ответов. Мальчишка был смышленный, весь в Настю и при этом озорной. Он сам себе придумывал игры и казалось, что совершенно не скучал, если ему не с кем было поиграть. Тем более, что не так давно у него появился удивительный питомец. Маленьким клубочком за сараем Гриша нашел небольшого рыжего котика. Он искал там место, чтобы прятать свои сокровища. Железную коробочку, куда мальчишка складывал какие-то гайки, блестящие шестеренки, кусочки свинца, старые батарейки для фонарика и немного конфет. Зачем? Он мечтал отправиться в путешествие. В свои неполные семь лет он уже хорошо читал и больше всего любил книжки про приключения. Дедушка прочитал ему про Робинзона Круза и мальчик прямо загорелся стать вот таким же самым Робинзоном. Ему не хватало только верного друга Пятницы. Услыхав писк, Гриша огляделся и увидел маленького котенка. Он был худеньким, слабеньким и запутался в зарослях травы. Мальчик помог ему выпутаться и завернул в свою рубашку. Рассматривал, гладил, а тот, согреваясь во фланелевой рубашке, перестал пищать. Деда, деда, смотри, я котенка нашел, давай возьмем его себе. Кошка-белка уже совсем старенькая и ей будет веселее и мне. Я его Пятницей назову, он будет неверным другом. Андрей как увидел того самого котенка, что внук принес, так и ахнул. Гришенька, это рысенок, где ты его взял? Да там за сараем в лопухах нашел. Дедушка, пожалуйста, не прогоняй его, он такой маленький и у него тоже нет мамы. Гриша это сказал так жалобно, что у Андрея буквально слезы навернулись на глаза. Разве он мог в этот момент думать о чем-то? Ему до боли было жалко внука, считая сироту при живой матери. Как он мог отказать мальчишке? Естественно, дед согласился. Так рысенок поселился в их доме. Теперь они росли вместе. Правда, рысенок быстрее, чем его друг и уже через год он был почти что взрослым диким котом. Вот тогда-то Грише и пришла в голову мысль, что пора им с пятницы отправляться в самое настоящее путешествие. Теперь у него было достаточно сокровищ, есть даже фонарик, а самое главное надежный друг для защиты в лесу. С пятницы ему ничего не было страшно. Прямо сразу за поселком начинался большой на многие километры лес. Он был для Гриши знаком, ведь они не раз с дедом ходили по грибы и ягоды, ловили рыбу в реке. Они собирали лесную ягоду, землянику, чернику и бруснику. Правда, за рекой никогда не бывали. Вот туда-то и манил его пытливый ум. Его коробочка с сокровищами постоянно обновлялась и пополнялась. Но мальчик понимал, что в походе обязательно нужны съестные припасы. Рассудив своим взрослым умом, он сложил в узелок несколько картошин, пару яиц, пол буханки хлеба, соли банку тушенки. Взял маленький ножик, фонарик и спички. Погода была теплой, но Гриша, как бывалый турист, прихватил с собой на всякий случай теплую куртку. Отряд для похода был готов и, приманив к себе пятницу, Гриша незаметно для бабушки с дедушкой выдвинулся в лес. Пятница привык находиться рядом и сейчас он шел за Гришей, понимая, что впереди его ждет много интересного. До речки добрались без приключений, все вокруг было знакомо. А за рекой лес встретил их не очень приветливо. Блуждая за речкой, еще около часа Гриша понял, что не знает, куда идти. Уверенность постепенно сменилась растерянностью и страхом. По положению солнца он понял, что день уже вошел во вторую половину. Надо было отдохнуть и подкрепиться. Вместе с пятницей они разделили трапезу. Запах тушенки разносился по всей поляне, привлекая вездесущих сорок. С их стрекотанием было как-то веселей на душе. Но Гриша даже сразу не заметил, как притихли сороки, потому что на поляну внезапно вышел волк. Такого зверя мальчик вживую никогда не видел, но понимал, что встреча с ним в лесу не сулит ничего хорошего. Но неожиданно на его защиту встал пятница. Он выгнул спину так, что шерсть вдоль хребта превратилась в торчащий дыбом и ракез. Рысь издавала страшные утробные звуки, напоминающие отдаленно гул трансформатора. Она переминалась с лапы на лапу, периодически шипя и обнажая при этом острые клыки. Гриша замер на мгновение и не знал, чем все это может закончиться. Но волк решил не связываться со злобной когтистой кошкой и отступил, видимо, был не очень голоден. Мальчик понял, что лес это совсем не место для прогулок, особенно в одиночку без взрослых. Надо возвращаться домой, но он не запомнил дорогу. Надо было хотя бы какие-то метки оставлять, как учил когда-то дедушка, подумал Гриша. Но сегодняшнюю ночь им с другом пятницей придется провести в лесу. Надвигались сумерки, вокруг было тихо. Мальчик нашел укромное место под кустом и решил, что они тут и заночуют. Так их утром и нашли взрослые. Они спали рядом, прижавшись друг к другу, под одной курткой и согревали один другого. Два друга, два маленьких путешественника. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok